Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет особенный эфир и особенный гость – Алексей Александрович Моголев, врач-психиатр, психотерапевт, который уже более 30 лет занимается лечением лудомании и прочих патологических зависимостей. В рамках этого интервью мы с Алексеем Александровичем обсудим большое количество вопросов, ответы на которые ждут многие из вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем приятного просмотра! Здравствуйте, Алексей Александрович! Очень рад вас видеть в нашей студии. Этот эфир очень долгожданный и, естественно, мы сегодня будем говорить на очень важную тему, которая уже всем известна на тему игромании. Давайте начнем с того, вы нам скажете, кто и при каких обстоятельствах может попасть в сети игромании. Вопрос как бы простой и одновременно очень непростой, потому что речь идет о достаточно большом количестве людей. И если мы, конечно, сконцентрируем свое внимание, например, прежде всего на ставках на спорт, то, безусловно, это люди со спортивным мышлением, я бы так сказал. Спортивное мышление, оно же игровое. Особенно это касается людей, которые занимались игровыми видами спорта. В основе спортивного мышления это очень четкое понимание того, что ты вышел на площадку, чтобы побеждать. И, соответственно, если ты победил, то ты, конечно же, хочешь победить вновь. Если ты проиграл, ты хочешь изменить результат в свою пользу, то есть отыграться и выйти вперед. Игровое мышление предполагает, что ты идешь только вперед. И в основе подобного мышления это достаточно амбициозное желание быть первым, быть лучшим, быть выше и сильнее других. И тут я немножко сразу перекину мостик и предупрежу очень многих, у кого есть вот такое спортивное или игровое мышление. Ведь та агрессия, которую мы ценим в борьбе, и она обеспечивает и зрелищность и достижение высоких результатов, она должна очень тщательно контролироваться извне. Сам спортсмен, сам игрок часто не справляется, даже если он высокого уровня, он не справляется своим агрессивным поведением внутри состязаний. Поэтому для этого есть тренер, для этого есть жесткие правила, за которыми следит судья, для этого есть четкие ограничения по времени. И если мы говорим о человеке, который воспитан в таких условиях, где его поведение, его эмоции контролируются не только им, но и авторитетными людьми, то попадая на территорию игровой системы, он оказывается один. Он и игрок, и судья, и тренер, и в какой-то степени даже спонсор своих выступлений. Какой психотип, чтобы люди понимали, более подвержен и находится в зоне риска? Это холерический тип, это сангвинический, это флегматический и меланхолический. Ну, конечно же, конечно же, люди с холерическим складом личности, то есть это люди энергичные, подвижные, смышленные, эмоциональные, но с невысоким контролем над своими эмоциями. Поэтому именно люди именно этого склада, энергичные, подвижные, эмоциональные, они и находятся в зоне риска, потому что им самим нужен внешний контроль. Действительно ли причиной зависимости становятся третьи лица, хотя, ну, по факту так очень часто бывает? Или все же человек сам виноват, что он попадает в это? По части вины я бы сказал так, не склонен кого-либо обвинять, наверное, надо говорить об ответственности все-таки, да? Что такое азартные игры на деньги, понимаете? Если так попробовать задуматься, что деньги, они стимулируют нашего внутреннего зверя. Далеко не все люди воспринимают это как игру, вернее так, поначалу как игру, а потом все очень всерьез, потому что деньги ассоциируются с очень важным ресурсом. Если такую команду получает мозг, то он переходит очень быстро в состояние борьбы за ресурс. И поэтому вот эта наша природа, дикая биологическая природа, она уже начинает рассматривать деньги, знаете, как кровь потенциальной жертвы дразнит хищника. И я считаю, что деньги, они, знаете, говорят, деньги не пахнут. Вот именно в азартной игре я считаю, что деньги обладают этим потрясающим, опьяняющим свойствам и действительно дразнят наше дикое хищное начало. При обычной жизни глубоко спрятанную. И именно игровой процесс очень сильно распаковывает этого дикого, злобного, агрессивного зверя, который никак не может напиться кровью своей жертвы. Алексей Александрович, мы сейчас попробуем сделать такой эксперимент. Будем смотреть кусочки из интервью предыдущих гостей. И я хотел бы, чтобы вы комментировали именно слова, которые говорит игроман. У меня такой вопрос, а потом мы посмотрим этот кусочек. Проблема в людях или в играх, в которые люди играют на деньги? Не ставки это хорошо или плохо. Это от человека, от самого, который делает ставки. Если я не предназначен для этого. Проблема в игре все же или в человеке, который играет на деньги? Давид, я очень часто пытаюсь объяснить некоторые нюансы. Когда мы говорим об игре, мы говорим о понятии некого развлечения, отдыха, получения приятных эмоций. У нас есть работа, у нас есть обязанности, у нас есть масса ответственности. И когда мы говорим, пойду поиграю, это означает, я пойду отдохну. Поэтому я ничего не имею против игр, которые нас развивают, которые дают нам положительные эмоции, которые нам дают ощущение интересной жизни. Все это прекрасно. Но когда мы с вами говорим об игорном бизнесе, то очень много людей не понимают, что это игра. Вернее, они недооценивают опасности и риски. Я считаю, что игра заканчивается в тот момент, когда человек видит деньги. И все, далеко не все люди понимают, что они пришли поиграть на деньги или за деньги, чтобы более правильно. Потому что если ты хочешь получить особого свойства эмоциональные переживания, ты должен готов заплатить за эту сессию, за этот процесс. И в принципе ты не драматизируешь, что ты оставил там деньги, потому что ты пришел побыть в неком состоянии, покачаться на неких экстремальных качелях, провести время. Но это в конце концов твое личное дело. Но ты должен всегда быть готов заплатить за предоставленную услугу. Тогда это игра. Если люди путают, что можно смешать развлечения с заработком, они попадают уже изначально в абсолютно ложный сценарий, который начинает формироваться в их голове. И, соответственно, они попадают уже не в игру, которую контролируют, а в сценарий, который контролирует их сознание. Все меняется. И по этой причине, если человек изначально действительно хочет развлечься, как я сказал, он должен заплатить. И быть готовым заплатить. Если человек говорит, я не готов платить, и называет это термином «я проиграл», «мне отняли деньги», это вызывает у него злость, чувство несправедливости, обиды, отчаяния. Все. Значит, игра поломана. Он уже не развлекается. Он уже перешел на совершенно другой уровень, где его сознание будет заложником вот этой идеи, и, что ему должны, ему должна система игровая. Развлечение, какое же развлечение, если я вышел без денег? Нет. Я хочу и развлечься, и чтобы мне еще система заплатила. Ну, это, конечно, абсолютная ложь и иллюзия. Да? То есть человек, в принципе, обманывает себя на стартовой позиции. Конечно, если человек не готов и не понимает правил игры, то, естественно, это зона его ответственности. И, конечно, он сам формирует этот ложный путь, который приведет его к колоссальным, драматичным последствиям. Все на старте определяется. Либо ты называешь игру игрой и готов платить, тогда ты в относительной безопасности. А если ты воспринимаешь игру как источник дохода, ты тут же попадаешь в зону риска и формируешь очень опасные сценарии своей жизни. В России очень много людей играет, но не все лудоманы. Вот грань где? Грань именно там, про то, что вы говорили, где меняется установка на заработок. То есть можно это считать гранью? Дело в том, что психиатры однозначно считают, что лудомания – это та самая патологическая зависимость, которая сродни наркомании и алкоголизму. Рассмотрим, что такое алкоголизм и наркомания. И наркоман, и алкоголик формируют зависимость не от вещества, а от состояния опьянения, или наркотического, или алкогольного. То есть от измененного состояния сознания, вызванного алкогольным опьянением. В этом состоянии опьянения человек испытывает тот или иной комфорт, эмоциональный комфорт. Это может быть возбуждение приятное, это может быть релаксация, отсутствие тревог, приятное расслабление. Но так или иначе, это психофизиологическое состояние, которое дает человеку ощущение комфорта и радости в жизни. Если мы говорим о лудомании, по этому принципу, в основе лудомании лежит стремление человека получать особое состояние возбуждения в состоянии игрового транса, что, по сути дела, является измененным состоянием сознания. Поэтому лудоман, с моей точки зрения, когда он четко формулирует, что речь идет уже не о деньгах, речь не идет о каких-то планах на будущее. Речь идет только о том, чтобы достать деньги и получить это особое состояние счастья, ощущения жизни, потому что в обычной жизни ему скучно, пусто, одиноко, неинтересно. И когда у него появляется возможность зайти в игру, он испытывает состояние счастья от тех эмоций, которые он испытывает только внутри игрового процесса. Поэтому фактически я иногда сравниваю это с таким состоянием жизни и смерти. Человек в игре оживляется, ощущает яркость жизни. В ней игрой он пустой, то есть мертвый. Ему ничего не интересно. И вот это я уже называю лудоманией. Абсолютное большинство людей, попадающих в игровой сценарий, не могут так четко сформулировать свою цель. В отличие от наркомана и алкоголика. Люди идут за деньгами, к сожалению. И просто они попадают в лудоманский сценарий. Но неважно, по какой причине, условно говоря, ты попробовал наркотик или выпил. Если тебя что-то тянет внутрь этого процесса, то рано или поздно внутри этого процесса ты будешь формировать симптомы зависимости. И поэтому эти симптомы зависимости, они универсальны. Это учащение своего участия в процессе том или ином. Это повышение или адаптация к дозе риска, то есть к уровню ставок. Это утрата количественного контроля над временем, над деньгами. Это синдром отмены, когда ты не удовлетворен тем, как завершилась сессия, и ты ищешь возможность вернуться в игру, чтобы она закончилась на твоих условиях. То есть опохмелиться, то есть принять дозу, которая облегчит тебе твое негативное эмоциональное состояние. По факту все так. Но цель большинства людей – это деньги. Это вынести из игры деньги. Вот цель. А не просто их там проиграть. И поэтому борьба за то, что я с одной стороны получаю некий драйв от интриги процесса, но в конце я должен забрать деньги. Это цель, которая, по сути дела, удерживает огромное количество людей внутри процесса. И здесь бы я хотел сказать еще одну очень важную вещь, на которую люди не обращают никакого внимания. Когда они видят деньги, то они думают, что теперь они будут очень внимательны, очень аккуратны, очень осторожны. Они будут хорошо считать, они будут строить стратегии. Они будут неэмоционально относиться к тому, что происходит там. Но весь игровой процесс построен на том, что ты, может быть, даже и логически входишь в процесс, но ты встречаешь волну эмоций, которые начинают тебя раскручивать, засасывать и порождать хаос в твоем логическом мышлении. И образующаяся эмоциональная воронка начинает втягивать внутрь себя твое сознание. По факту ты остаешься без денег, но зато переполненный эмоциональными переживаниями. Алексей Александрович, давайте еще подробнее. Я хочу, чтобы вы рассказали, как врач, как специалист, про механизм формирования зависимости. Он изучен вообще, тема очень сырая, очень покрыта мраком, туманом, пеленой какой-то. Этот механизм, он каким образом происходит? Я хочу, чтобы вы зрителям это рассказали. Вот видите, с моей точки зрения, здесь разные механизмы. Если мы все сведем только к тому, что в силу генетических проблем человеку не хватает дофамина, что такое тоже, кстати, бывает. Есть люди, у которых есть определенные генетические мутации, которые не дают им возможности использовать тот дофамин, который у них есть от природы. Им нужно обязательно какой-то внешний стимул. Поэтому они очень часто попадают в группу риска и начинают быстро формировать зависимость от тех или иных веществ, и алкоголя, и наркотических веществ, и включая азартные игры. То есть есть, безусловно, определенные предпосылки биологические. Это, конечно же, всегда, как я уже упоминал выше, эмоциональная неустойчивость. В силу самых разных причин. Это может быть эмоциональная неустойчивость у так называемых людей с пограничным расстройством личности. Это, конечно, могут быть так называемые биполярные расстройства. То есть это психические нарушения, которые очень легко формируют вот эту эмоциональную зависимость от любого стимулирующего, возбуждающего процесса. Поэтому здесь во многом действительно можно говорить о химии мозга и о том, как тот или иной процесс меняет биохимические процессы головного мозга. Но это только часть, это только одна категория людей, которая уязвима. Другая часть — это люди, которые, скорее, испытывают психологические проблемы, связаны с тем, что люди хотят, как я уже говорил, быть первыми, лучшими. Среди игроков я очень часто наблюдаю нарциссические признаки. И игроки в этом отношении, конечно, всегда герои, всегда умнее других. И ожидают от жизни, очень много, вернее, от жизни ожидают и не хотят жить обычной жизнью. То есть у них очень завышенные ожидания от жизни. И поэтому они выходят на эту площадку, чтобы в кратчайшие сроки добиться максимального успеха в этой жизни и получить материальное подтверждение. Они считают, что они талантливые, они достойны большего, но в обычной жизни все происходит очень медленно, скучно и несправедливо. А им очень хочется свои таланты монетизировать. И игровая система в их сознании прилагает им эту услугу. А почему кто-то выбирает спорт и не играет никогда в казино, а кто-то выбирает казино и никогда не лезет в спорт? А кто-то играет на всем? Понимаете, в игровую систему людей приводят разные мотивации. Это как бы, знаете, разные двери, куда заходят разные люди с разными мотивациями, с разным развитием, с разным жизненным опытом, с разными психическими состояниями. И поэтому часто это случайно из любопытства. Ну, наверное, те, кто приходят на биржу, все-таки они не приходят случайно, да, они пытаются так или иначе это изучать, процесс, и изначально готовить себя к тому, что здесь надо иметь какие-то серьезные знания, потому что вроде бы это не игра. Да, поэтому в какой-то степени эти люди, ну, должны подготовиться к тому, чтобы туда заходить. А все, что касается казино, это часто бывает просто случай. Это, что называется, это не специальный человек приезжает. Ему может просто понравиться обстановка. Понимаете, некоторым людям действительно реально нравится обстановка. И люди приезжают в казино именно как в некий клуб и ценят именно живое казино и живые конторы, именно потому что там они себя должны ощущать в каком-то другом, именно в другом пространстве. И некоторые люди приходят туда от одиночества, потому что им хочется спрятаться от суетного мира. И они воспринимают, как я сказал, эти заведения как некие клубы по интересам. Почему у людей включается вот эта установка, система какая-то в голове срабатывает? Почему они в какой-то момент определяют для себя, что они хотят заработать на это? Это самое пагубное из того, что может случиться. Потому что у них на каком-то этапе все получалось. Они видели подтверждение того, что у них получается. У них получается хорошо прогнозировать события. У них получается хорошо разбираться в спорте. Если мы говорим о ставках. То есть у них формируется некое представление о том, что они уже подготовленные инвесторы. Понимаете? Если на фондовую биржу человек должен все-таки зайти и чему-то научиться, то здесь, если ты занимался спортом, у тебя возникает ощущение, что ты классно в этом разбираешься. И в общем-то ты обладаешь неплохими профессиональными навыками анализа спортивных событий. Поэтому просто делать ставку и повышать свой градус просмотра того или иного события – это уже неинтересно. Раз у тебя неплохо с мозгами, раз ты неплохо считаешь в уме, у тебя есть ощущение, что с твоей логикой все в порядке и анализом тоже, то почему бы не заняться делом? И вот, к сожалению, люди иногда путают развлечения и занятия делом. Раз нравится, раз получается, значит, это то дело, которое мне нужно. И очень часто молодые люди делают именно этот вывод. Давайте посмотрим отрывок из выпуска номер два, и я потом вам задам вопрос, очень важный вопрос, который я хотел бы, чтобы вы опять же прокомментировали. Каждый раз я думал, что я отыграюсь, каждый раз я шел с целью туда отыграться. Отыграться то, что в тот день проиграл, или то, что вообще? Нет, то, что вообще я уже никогда бы не отыграл. Я вот про вообще говорил. Ближайшие там проигрыши, например, за последнюю неделю вот такие вот. Ну и каждую неделю это все начиналось задово. Я бы хотел за предыдущую неделю отыгрываться, но следующую неделю я же отыгрывался за эту неделю. И бывало, бывало, отыгрывалось. Желание отыграться. Мы сейчас послушали Вегена как основная ловушка. Что происходит в сознании человека? Почему он все время хочет отыграться? Если человек, как я уже говорил выше, не пришел развлечься и заплатить, если человек пытается добиться главного, для себя главного, это забрать деньги, которые он считает, что это главное в игре. Это подчеркивает его значимость. Это подчеркивает его успешность. То есть зачем проводить столько времени в игре, чтобы не вынести деньги? Простая логика, да? Значит, человек никак не может себе простить, что он уходит униженный, обобранный, да? То есть, по сути дела, его самооценка в этот момент очень сильно страдает. И он хочет выйти из игры на своих условиях. На каких условиях? Вообще, вот эта вот идея отыграться, она действительно очень наивна. Что такое отыграться? Это значит начать выигрывать. Помните, я говорил о том, что такое игровое мышление? Ты выиграл, ты хочешь выиграть еще. Ты как минимум хочешь повторить то, что ты сделал. Ты хочешь масштабировать, ты хочешь выиграть больше. Если ты ушел в минус, значит, что ты хочешь? Сравнять счет, чтобы что? Чтобы идти дальше. Чтобы выйти вперед. Ну, естественно. Поэтому это всегда будет заканчиваться одним и тем же. Ты отыгрываешься, да? Вот деньги, вот ноль, вот ты добился успеха. Что ты будешь делать дальше? Далеко ли ты уйдешь с этим выигрышем? Ну, либо ты внутри сессии продолжишь биться дальше, да? За победу уже, то есть пытаясь увеличить этот выигрыш. Либо побегаешь с ним несколько часов и вернешься. Здесь еще есть тонкий момент. Вот Виген сказал, что у него иногда получалось отыграться. Верно. Ох, рассказать бы мне, конечно, одну историю. Не знаю, может быть, она займет много времени, но, может быть, это будет интересно. В начале 50-х годов, к сожалению, забыл имя этого экспериментатора, провел довольно жесткий эксперимент с крысами. Он брал группу крыс и опускал их в бассейн. Дальше засекал время, сколько эти крысы продержатся в воде, прежде чем утонут. В среднем это было минут 10. Дальше он брал такую же группу крыс, запускал их в этот бассейн, ждал, когда они уже фактически ослабнут и утонут. Вот вытаскивал их из бассейна, приводил в чувство, кормил, высушивал, давал отдохнуть и вновь запускал в бассейн. И опять засекал время, сколько они продержатся в воде. Вот интересно ваше мнение. Как вы думаете, примерно, сколько они продержались на этот раз? Я думаю, что меньше. Меньше. Какие еще есть версии? Наверное, сразу утонули. Вот наше с вами сознание человеческое, да, очень рационально. Дело в том, что этот интервал увеличился 60 часов. Что за эффект возник? Как рассуждает животное в этой ситуации? Все уже, при смертной муке оно должно умереть. И вдруг силы природы вытаскивают тебя из этой ситуации. То есть ты испытываешь великое спасение. Когда ты спасся, у тебя формируется убеждение, что в любой ситуации ты будешь всегда спасен. Это дает тебе силы, надежду, ты расслаблен, ты не драматизируешь события, ты перестаешь нервничать, ты просто болтаешься в этой среде и ждешь великого спасения. Но они же не знают, что экспериментатор сидит с таймером и смотрит, когда они на самом деле утонут. Но они-то верят в то, что они всегда будут спасены. Что такое отыграться? Это значит испытать очень сильное потрясение внутри игры, быть на границе жизни и смерти, то есть практически все потерять. И вдруг неведомая сила тебя вытаскивает вверх, и ты в плюсе, ты в эйфории, ты счастлив. Это великое спасение. Мозг запоминает эту информацию, и теперь ты будешь заходить в игру с верой на то, что что бы ни случилось, ты всегда будешь спасен. Главное — верить. И вот эта мистификация сознания, которая происходит внутри процесса у людей, которые не просто выиграли, а которые отыгрались, то есть вошли в очень опасную зону, но при этом нашли какую-то возможность выйти в плюс, то есть выпрыгнуть из бассейна, хорошо провести время, погреться, просушиться, порадоваться. И потом опять прыгают туда же, по сути дела, да, и ждут этого великого спасения. Только график идет все ниже и ниже. Они спасаются, но все... Но все равно тонут. Конечно. Но они не хотят это осознавать. Они знают, что там где-то, они обязательно оттолкнутся от дна и выскочат высоко вверх. Алексей Александрович, давайте еще поговорим про слабые стороны, человеческие слабые стороны и комплексы лудоманов. Я, знаете, иногда говорю, что у игроков есть такая особенность. Завышенное самомнение и заниженная самооценка. То есть наедине с самим собой, они собой недовольны. Им не нравится то, как в их жизни все происходит. Они не удовлетворены этой жизнью. Им кажется, что они что-то делают не так. Но мнение о себе публично, они распространяют очень высоко. То есть они транслируют свои амбиции, цели. Они хотят большего. И они всячески демонстрируют, что они очень сильны. И они заслуживают большего. Проблема заключается в том, что у многих игроков очень пусто в жизни. И поэтому нет четких целей. Нет своего дела. Есть желание, есть мечты, есть иллюзии. Есть желание жить красиво, беззаботно. Есть желание жить в достатке. Постоянно. И постоянно удовлетворять свое эго. Чтобы было в жизни побольше дофамина. То есть радости, удовольствий. Признания, конечно. И поэтому хочется все сделать быстрее, кратчайшим путем. И не так, как все. А хочется подчеркнуть собственную уникальность, избранность, исключительность. Быстро получить вот именно вот эту собственную значимость. Вот увидеть ее, потрогать ее руками. Потому что выигрыш это как бы подтверждение собственной значимости. Причем материальной. Да не просто похлопать по плечу, сказать, ты молодец. Нет, нет, вот эти деньги, и теперь я могу с этими деньгами делать все, что я хочу. Я могу их потратить на себя, я могу угостить друзей, я могу увидеть их глаза радостные. Да, как-то признание. То есть хочется быть в центре любви, признания. И не хочется долго и упорно идти каким-то сложным путем. Я уже говорил, что у игроков проблема самодисциплины. Люди эмоциональные, часто неустойчивы в эмоциональном плане. Поэтому им сложно что-то делать долго и методично, и организованно. То есть им, как в спорте, все-таки нужен тренер. А игроки всячески пытаются избавиться от внешнего контроля и показать, что теперь они могут сделать все сами. Им не нужен никто, кто указывал бы им, как им правильную жизнь. Это и протест против родительских установок, это протест против общества, которое не предлагает каких-то им быстрых путей для самореализации. И в их представлении игровая система – это их партнер, который поможет им быстро стать олимпийским богом. Давайте еще один кусок посмотрим из выпуска номер три. И потом я хотел бы, чтобы вы опять же это прокомментировали. Играть без долгов неинтересно. У тебя нет такого азарта? Потому что тебе не нужно отыгрываться. Да. А когда у тебя есть долги, именно они дают тебе острые ощущения от игры. Долги являются одним из основных триггеров для продолжения игры. Но вот то, что сказал Игорь, оно очень интересно. Я хотел бы, чтобы вы это разобрали. К вопросу о мотивации. Это такое, знаете, жесткое пришпоривание себя. Я даже вам больше скажу, что на определенном этапе игроки, когда находятся в процессе и поджимают долги, их мозг работает в очень мобилизационном режиме. И они, например, если параллельно занимаются бизнесом, то у них и в бизнесе даже получается. То есть они заставляют свой мозг фактически искать огромное количество возможностей для реализации вот этой цели. Закрытие долга. Вообще, вот хочу вот как поговорить на эту тему. Абсолютное большинство людей, проблемных игроков, которые попали в этот тяжелый невротический цикл, а я очень часто называю то, что происходит с проблемными игроками, тяжелым неврозом. Такой тяжелый внутренний конфликт, когда люди накапливают колоссальное количество травм. Эмоциональных, моральных, конечно, финансовых. И они несут огромный внутренний груз, которым им мешает чувствовать себя свободно. Ведь игрок изначально хочет быть независимым, свободным и счастливым. Правильно? Это его цель. Он для этого зашел на игровую поляну, чтобы реализовать свои мечты, быть свободным и счастливым. И тут на его шею нам матывается огромное количество вот этих проблем, которые создает игровой сценарий, которые они никак не могут разрешить. И когда человек как бы выходит вынужденно из этого процесса, у него долги. И он говорит только про долги. Что делать с долгами? Куда с ними бежать? Кто подсказывает? В общем, не важно что. И вот теперь получается, что если раньше у человека была главная идея этой красивой жизни, с деньгами, то теперь главная надежда – это как бы быстрее избавиться от долгового времени, от этого мучительного состояния, которое не дает тебе покоя. Это тоже превращается в сердценную идею. То есть, получается, долги порождают некий смысл твоей жизни. Вот у тебя есть долги. Теперь все подчинено тому, чтобы их закрыть. Тебе надо много работать, искать какие-то варианты. То есть, ты занят погашением долгов. И вот ты живешь в условиях вот этой игры уже новой. Все подчинено. Что делать с долгами? А человек при этом не живет нормальной жизнью. Он себе запрещает жить нормальной жизнью. Он на всем экономит, потому что главное – это долги. Какое-то время он, естественно, удерживает себя, вот соблазном зайти в систему, да, потом звонок коллектора, дернулся и вот хотя бы чуть-чуть забрит. Дальше ты еще больше наматываешь эту бороду. Но даже если мы с вами представим, что если человек живет все время с идеей, что главные в жизни долги, в какой-то момент долгов не станет. А в твоей жизни нет других целей. Новых целей не появилось. Жить ты не научился. И получается, что долги давали смысл в жизни. А теперь, когда ноль, у тебя пустота. То есть ничего. Значит, бессознательно ты будешь опять залезать в игру, которая создаст опять условия, при которых ты опять создашь долги, и опять у тебя появится цель в жизни. И вот так этот по кругу народ и ходит. Человек, вошедший в игру, он в какой-то момент объявляет войну. Он объявляет войну тому игровому заведению. И эта война изначально, она обречена на провал, но он этого не понимает. Почему человек не понимает, что у него нет ресурсов, возможностей ни интеллектуальных, ни физических, никаких, выиграть в этой схватке? Поиск врага или создание врага говорит уже о глубоком изменении психики человека. Ну, такая паранойя классическая, да? Игры уже нет, развлечений нет. Вы правильно сказали, что это не игра, а это война. Кто объявляет войну? Человек? Нет, человек не объявляет войну. Объявляет зверь, который живет внутри этого человека. То, о чем я говорил. Рептильный мозг объявляет войну. Да. Это он теперь распоряжается нашей жизнью. Это он ранен. Это у него отняли то, что с его точки зрения ему должно было принадлежать. На его территорию кто-то напал. Какие-то враги, которые не дают ему наконец-то забрать свое. Понимаете? Все. Шторки, как говорится, падают. Сознание суживается. Агрессия теперь будет управлять. Злость и агрессия будет управлять этим раненым зверем. Понимаете? И это очень опасная ситуация. Есть люди, которые, я уже сказал, изначально эмоционально неустойчивые. И вот если они попадают в игровой сценарий, и у них быстро просыпается зверь, что, собственно, и является причиной частого проигрыша. Потому что человек говорит примерно так в игре. Вот все должно быть по-моему. Потом еще ведь и система сама по себе предоставляет человеку право на нападение. Нападай, как хочешь. В сознании человека это значит, что он управляет процессом. Соответственно, это его территория. А если он проиграл, его бессознательно считывает это как нападение на его территорию, на его ресурс. Малейшее отклонение от заданной траектории воспринимается рептильным мозгом как нападение на твою территорию. Тут же включается злость и агрессия. Понимаете? И поэтому, чем больше включается агрессивный зверь внутри тебя... Бессознательно. Бессознательно. Тем сильнее он будет контролировать теперь твое сознание человеческое. И, соответственно, что будет с тобой дальше происходить? Зверя невозможно отточить. Я вот когда смотрю, например... Ой, редко тебя смотрю, конечно. Ну, раньше смотрел. Бои тяжеловесов. Ну, неважно кого, да? В единоборствах, да? Жесткая стычка между очень сильными спортсменами, да? Рефери уже говорят, все, брейк. А они вот сцепились, душат и готовы убить друг друга, да? И приходится пролагать немалые усилия, чтобы вот не людей растащить, а зверей растащить. А где этот рефери? Кто тебя тащит? Никто. Ты один против своих псевдо-врагов. Поэтому врагами становятся все. Ты в паранойи. Сначала у тебя впереди должен был праздник. Ты в центре, и все счастливы. Такой маниакальный период. Потом, когда ты заходишь вглубь процесса, у тебя уже, говоря уже профессиональным языком психиатрическим, депрессивно-параноидный. То есть ты чаще в депрессии, вокруг враждебный мир, страх, что тебя вычислят, правильно? Поэтому должен быть осторожен, как зверь. Отсюда, кстати, и виртуозное вранье. Отсюда, естественно, и воровство. Потому что зверь, да, в условиях дикой природы, он не лжет и не ворует. Он выживает. Он выживает, применяя свое искусство хищника, понимаете? И мы еще говорим, какой умный и коварный хищник, он сильный, да? То есть вот как меняется внутри обеспечение, программное обеспечение человека. То есть оболочка остается от прежнего человека, а внутри него живет хищный зверь, раненый, злобный, одинокий, да, который сражается против всех. Поэтому все инструменты для достижения цели хороши. И вот этот зверь теперь воюет, реально воюет. Он не играет, он воюет. Ну и, соответственно, получает более тяжелые травмы. Смотрим еще один кусок из выпуска номер пять. И потом его разбираем вместе с вами. Так что это все фигня, копейки. 25 миллионов – это копейки. Ну и 130 тысяч копейки. Ну 25 миллионов – это чуть большие копейки, но... Но тоже фигня. Алексей Александрович, каким образом вот это происходит? Мы сейчас смотрели кусок, где человек, который за всю жизнь практически нигде не работал, на мой вопрос про 25 миллионов говорит, это все фигня, копейки. Каким образом происходит обесценивание денег в сознании игромана? Обесценивание происходит, конечно, довольно быстро за счет крупных выигрышей. Человек начинает оперировать совершенно другими цифрами. Оно происходит незаметно. То есть ты себя чувствуешь внутри процесса уже бизнесменом, успешным человеком. Может, у тебя в кармане ничего нет, зато ты оперируешь большими суммами. Это обесценивание происходит, безусловно, постепенно. Но то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это и есть тот глубочайший личностный дефект, который наступает у истинного лудомана. Здесь происходит не только обесценивание денег, здесь происходит полное безразличие к любым обязательствам в жизни, понимаете? Ведь что самое страшное происходит, когда человека засасывает вот этот игровой сценарий? Физически-то он цел, а то, что мы называем чувствами, душой, все пусто внутри. Тебя ничего не торкает, ты не можешь почувствовать этот мир живой. У тебя пусто. Соответственно, ты давно уже разломал все человеческие нормы, моральные нормы. Тебя уже не беспокоит совесть. Тебе вообще на все плевать. Тебе даже плевать на долги. У тебя уже нет никаких целей в жизни. У тебя нет завтра. У тебя нет планов на жизнь. Ты живешь только сегодняшний день. Это тоже животная тема. У животных нет прошлого и будущего. Абсолютно. Вот то, о чем мы говорим. Погружаясь в игровой сценарий, ты медленно, но верно превращаешься в животное. Дикое животное. Живущее только сегодняшним днем, только рефлексами. Тебе не надо думать. Это же очень хорошо с точки зрения биологии. Зачем думать? Это же затрачивание энергии. Зачем переживать? Зачем делать себе больно? То есть, ты превращаешься в животное, которое быстро сбывает любую боль. Правильно? Особенно душевную боль, моральную боль. И ты живешь вот только сегодняшним днем. И все прекрасно в твоем мире. В нем, правда, пусто. Но если есть возможность войти в игру, там жизнь. А так, миллионы долга, еще чего-то. Да. Долги вообще, да. Слезы, да. Зачем тебе вообще все это? Это тебя уже не трогает. Ты пустой. Смотрим еще один кусок из выпуска номер 4. И разбираем его. Ты теряешь, как бы, связь с реальностью. Теряешь связь с собой, там, да, с головой, с адекватным состоянием. И ты как в помутнении находишься. И в этом помутнении ты готов прорать сколько угодно. К сожалению. Алексей Александрович, мы посмотрели кусок из выпуска номер 4, где Диана говорит про то, что врать можно бесконечно. Что это какое-то бредовое состояние, в котором человек находится. И вранье, можно сказать, вживается на генетическом уровне. Об этом говорят все оставшиеся гости и, в принципе, все игроманы. Почему вранье становится неотъемлемой частью жизни лудомана? Я думаю так. Никто, по большому счету, не хочет быть плохим человеком. Никто не хочет врать. Все хотят жить открыто, честно и так далее изначально. Но попадая именно в игровой сценарий и сталкиваясь с очень болезненными травмами, связанными с потерей, человек невольно понимает, что он же ведь виноват в том, что попал в этот процесс. Сказать кому-то – это быть обвиненным. Игроки – народ ранимый, чувствительный, очень болезненно воспринимающий любую критику. И поэтому человек, который попал в этот глубокий невротический комплекс, пытается спастись любыми средствами. Все средства хороши для спасения. О чем думает человек? Вот сейчас я решу эту задачу, пусть аморальными способами, но я ее обязательно решу, и тогда я вернусь в нормальную жизнь и продолжу быть нормальным человеком. Вообще, есть очень интересные отличия, например, наркомана и игрока проблемного. Ведь наркоман ворует деньги на дозу. Он берет деньги и тратит ее на определенные ощущения. Игроки, которые попадают в эту тяжелую ситуацию для себя, они не просто воруют, они как бы берут деньги взаймы. Они хотят взять эти деньги, чтобы их вернуть. Но попадая в этот опасный сценарий, они чаще всего их вернуть не могут. Поэтому со стороны кажется, что они действительно воруют деньги на дозу. Объяснить, что они не на дозу воруют деньги, а для того, чтобы просто исправить ситуацию и вернуть просто свои деньги, или хотя бы какую-то часть, они не могут. Никто их не поймет и всегда осудят. Поэтому человек вынужден лгать в качестве лжи и во спасение. И эта временная спасительная ложь внутри этого сценария становится хронической. И в какой-то момент это уже дефект мышления. И действительно, очень многие игроки, находясь долго в этом процессе, они никак не могут даже выйти из игрового процесса, продолжают автоматически лгать в ситуациях, когда это уже не требуется. Поэтому вот этот дефект мышления, он формируется незаметно и хронифицируется именно от длительного пребывания внутри игрового процесса. Давайте еще поговорим про болезненную такую жадность, которая тоже со временем образовывается у лудомана. Причем жадность, она затрагивает абсолютно все в жизни, кроме игры. То есть тебе жалко потратить копейку даже на кусок хлеба, но ты готов эту же копейку с легкостью унести в игру. Почему вот такая болезненная именно жадность? Происходит? Потому что человек внутри себя, как говорится, не закрыл свой гештальт. То есть он не вышел из процесса на своих условиях. Он продолжает мечтать о том, что эти деньги предназначены для того, чтобы все-таки рано или поздно разрешить свою финансовую проблему и выйти из игры на своих условиях. То есть его сознание подчинено вот этой сверхценной идее, что рано или поздно я все-таки должен доказать, именно доказать, что я смогу сделать то, что не смог сделать раньше. Поэтому вот эта жадность, она как раз и говорит о том, что человек не живет сейчас. Он не готов тратить эти деньги на реальную жизнь. Он бессознательно готовится к реваншу. И поэтому там, вот в этой борьбе, деньги-то и пригодятся. А так их можно распылить непонятно на что. А вот здесь, в его главном деле, его жизни, они-то как раз и нужны. Это же как патроны для... Для стрельбы. Ну да. Каким образом, давайте поговорим про искажение времени. Не секрет, что во многих игровых заведениях, в большинстве, а то и во всех, отсутствуют окна, отсутствуют часы и все, что может напоминать о внешнем мире. И у игроманов появляется вот эта потеря ощущения времени. Он может выйти из дома, пойти играть и не заметить, как прошла неделя или месяц. Каким образом это происходит? А это и есть то состояние, которое можно назвать измененное состояние сознания. Или трансовое состояние. Это и есть утрата контроля над временем внутри измененного состояния сознания. Поэтому чем напряженнее процесс, чем быстрее происходят те или иные события внутри процесса, чем сильнее эмоциональные переживания внутри процесса, тем глубже трансовое состояние. Вы знаете, я когда-то мне очень был близок фильм Тарковского «Сталкера». Не раз его пересматривал, правда, с большими интервалами, потому что понимал, что там много смысла, который не сразу доходит. Надо переварить по этапу, порционно. Надо переварить и повзрослеть, чтобы начать понимать то, что там скрыто внутри. Но определенные моменты я очень хорошо запомнил. Если вам знаком этот фильм, то помните «Сталкер», когда идет с физиком и лириком писателем по зоне. Очень эмоционально ведущий себя писатель, все время чувствует, что он принимает участие в каком-то бреду. И в какой-то момент не выдерживает и спрашивает у «Сталкера», а где, собственно, эта комната, куда они идут? И он показывает, вон она. Буквально там шаговые доступности, несколько десятков метров. Он говорит, а что происходит? Почему мы ходим какими-то зигзагами и крюками? Он говорит, ну так нельзя прийти к цели. Жизнь все время меняется. Ну, это моя интерпретация. Поэтому то, что нам кажется очень понятным, ясным, на самом деле, все не так в жизни. Прямых путей нет к достижению цели. Писатель говорит о том, что все это чушь и бред. Он материальный человек. И он направляется по прямой к этой комнате. Дальше его встречает определенный ветер, там еще что-то. И он в панике возвращается. И «Сталкер» в этот момент за него очень переживает. И объясняет ему, понимаете, вы могли попасть в ловушку времени. А войдя в эту ловушку времени, вы бы не вернулись назад. И что наркотики, что алкоголь, что трансовое состояние внутри игрового процесса. Это все ловушки времени, в которые попадает наше сознание. Чем дольше мы находимся в этом измененном состоянии сознания, тем сложнее вернуться в реальность. И незаметно происходит это смещение. Человек не замечает, как уходит в другое пространство, где время течет по-другому. Но когда ты возвращаешься в реальный мир, здесь уже что-то изменилось. И незаметно для тебя этот мир, из которого ты пришел, становится для тебя чуждым, незнакомым. И что-то подталкивает тебя опять вернуться туда. Потому что кажется, что вот еще немножко, и ты дойдешь в эту комнату желаний, и сбудется все, о чем ты мечтал. А комнаты просто не существуют. А ее не существует. Но зато у тебя есть цель. И цель тебя манит. И гипнотизирует. И вообще люди не могут жить без иллюзии. Потому что реальный мир сложный. А мечта должна быть. И она во многом основана на наших ожиданиях от жизни. И кажется, что вот именно мне суждено попасть в эту комнату желаний. И сделать свою жизнь значительно более интересной. А потом выясняется, что ты пришел в пустоту. И эта комната, это просто пустое место. Очень сложная тема. Она философская на самом деле тема. Потому что здесь ведь... Я понимаю, кстати, очень хорошо Диану. Я понимаю ее страдания. Она девушка, которая привыкла многое делать своей собственной головой, своими собственными руками. Зарабатывая деньги честным путем. И вот это осознание, что ты потерял деньги, время. А что будет, если я выйду из игры? Значит, я должен признать, что я бессмысленно потратил время. Бессмысленно сжег колоссальное количество собственной энергии. Психической, прежде всего. Я потерял очень серьезные деньги. Репутацию. Что вот так сдаться, так признать, вот признаться в собственном преступлении? Нет, нет, нет. Это невозможно. Человек боится этого признания. Он боится поговорить с самим собой. Почему люди отрицают то, что у них проблема? То, что они в беде? Почему это происходит? Потому что они не хотят мириться с реальностью. Они не хотят мириться, они не хотят мириться с собственным поражением. Я уже говорил, большинство игроков – это люди амбициозные, тщеславные, нарциссического склада. Это люди, которые хотят подчинить этот мир себе, стать значимыми в нем, а попадают в историю, которая им показывает, что не, 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 ты ничего не знаешь об этой жизни. Ты еще не реализован совершенно. И цели ты выбрал совершенно из приключений Буратино. Понимаете? То есть ты ребенок еще, ты не взрослый. Это же очень страшно встать и поговорить с самим собой, и сказать, слушай, парень, тебе еще учиться учиться, тебе надо много что знать. Ты будь поскромнее. Это очень сложно. И поэтому… А борьба дает всегда надежду. Что, да, пусть сейчас у меня не получается, но ничего страшного. Главное – бороться. Главное – верить. Понимаете? Вот эта вот вера в то, что главное – не уступать и не сдаваться, она как бы компенсирует вот ту правду, которую надо уже сказать. И человек тянет и тянет, тянет и тянет. И, соответственно, падает все глубже, а чем глубже ты упал, тем страшнее сказать правду. Пусть лучше я буду раненым бойцом, и я, так сказать, получил много травм, но в конце концов я хотя бы себе скажу, я боролся до конца. Я использовал любую возможность, я не сдался. Понимаете? Что такое предложить человеку выйти из игры? Это предложить ему сдаться. А это же жутко бьет по самолюбию. Опять же, мы называем игрой развлечение. И это не очень верный термин, потому что мы с вами уже так или иначе вышли на уровень борьбы, войны. Понимаете? Это уже не игра, все всерьез. Ты либо будешь жить, либо умрешь. Кто ты такой, если ты выйдешь из этого процесса? Ты никто. Тебе только предстоит научиться жить. Это же жуть. Смотрим еще один кусок из выпуска номер восемь, где Алена говорит очень болезненную и сложную вещь. Дальше разбираем это. Игроманию очень сложно идентифицировать. Эти люди всегда скрывают то, кто они. Они этого очень стесняются, как правило. И понять, что с человеком происходит, крайне сложно. Потому что по алкашу, ну, понятно, да, что он накидался алкоголем. По наркоману тоже видно, что он там чем-то закинулся. Здесь непонятно, что есть воздействие. Вот в том-то и дело, что чем выше интеллект игрока, тем сложнее вычислить. Игроки – хорошие психологи. Хорошие психологи-манипуляторы. Они владеют очень хорошо техникой маскировки, ношения разных масок. Практически невозможно по внешнему поведению вычислить. Легче вычислить человека, который не прячет свои эмоции внутри. Выскоклассные игроки очень тщательно это скрывают. Поэтому выдают себя, конечно, либо из чрезмерно возбужденное состояние, да, человек выиграл, ему хочется похвастаться. Он не может сказать, например, что он выиграл деньги, потому что он боится тоже быть осужденным. Но он предлагает пойти в ресторан, делает какие-то подарки неожиданные, понимаете? А потом вдруг он впадает в уныние, депрессию, ему ничего не хочется, его ничего не интересует. Вроде бы все нормально, а он лежит целыми днями, смотрит в одну точку. Ну, это только в том случае, если он свои эмоции уже проявляет вовне. А так, обычно, в виде другого человека, он тщательно прячет все, что делается у него внутри. И это как раз признак высокого интеллекта. Уметь маскироваться. Поэтому чем интеллектуальнее игрок, тем сложнее его вычислить по внешним признакам. Потому что, когда он находится в ситуации вот этой паранойи, он очень внимателен. Он должен все помнить. Он должен запомнить, как себя вести с этим человеком, что ему сказать. Он внимательно слушает. Вообще, еще очень интересный момент я хотел сказать, что мышление игрока, оно меняется. И меняется таким образом, что вот мы говорили про ложь. А ведь ложь – это своеобразная игра. Да, это есть такая тема, что игроман, он переводит формат игры абсолютно во все сферы своей жизни. Он в отношениях начинает играться, он в дружбе начинает играться, когда одалживает деньги. То есть, для него везде нужно применить эту игру. Да. И обратите внимание, как? Всегда по одному и тому же сценарию. Опасность. Пройдет, не пройдет. Убедительный, не убедительный – твоя ложь, твоя легенда. Да? И он смотрит внимательно. Все. Удалось. Дали деньги. Хотя в другой ситуации дать. Или нехорошо соврал. Я отыграюсь, совру еще лучше и буду убедительнее. То есть, вот, игровое мышление переносится действительно практически на все сферы жизни. Поэтому, чем выше классен игрок, тем сложнее его вычислить. Алексей Александрович, мы сейчас посмотрим еще один кусок из выпуска номер 9. И потом его обсудим. Глобальная большая мечта в жизни есть у тебя? В данный момент я думал на эту тему. И у меня нет ответа. Я еще не придумал себе мечту. Даже в процессе игры не было никакой мечты. Только разбогатеть. А зачем? Не знаю. Мы сейчас посмотрели этот кусок, где Олег говорит очень больную вещь про то, что у него нет в жизни мечты. Каким образом у игромана складывается так, что он теряет, полностью теряет всякие желания, которые связаны с реальной жизнью? Давайте рассмотрим, что такое игровой процесс. Игровой процесс или игровой сценарий, который уже не связан с игрой как развлечением. По факту это тяжелый, утомительный стресс. То есть фактически это хронический стресс, который приводит к глубокому эмоциональному выгоранию. По сути дела, только очень сильный стимул, тут мы вспоминаем опять про долги, заставляет тебя двигаться. А вот условно нет долгов. А у тебя нет сил что-либо реализовывать. Все тебе кажется очень тяжело. Ты все время сомневаешься в том, что даже если ты что-то начнешь, ты не сможешь быть успешным в том деле, которое ты начнешь. Все время есть огромные сомнения в собственных силах. Выход из игры – это очень сильный удар по самооценке и уверенности в своих силах. Поэтому человек уже боится о чем-то мечтать. Он боится, что очередная мечта – это будет очередной иллюзией и очередным тяжелым ударом в его жизнь. То есть это некое разочарование во всем. Это усталость. Вот все время я хочу сказать, что люди проживают в игровом процессе много жизней. Они сжигают не деньги, они сжигают свои жизненные силы. Ведь почему у нас появляется желание, почему у нас появляются мечты? Потому что у нас много сил. И одна жизнь. Да, и игрок заходит в игру полный сил. У него мало знаний об этой жизни, зато у него сил выше крыши. И он считает, что теперь-то он найдет ключи к своей судьбе и обязательно изменит ее к лучшему. То есть он стартует на большом запасе природных сил. А выходит из игры опустошенный и обессиленный. И поэтому этому человеку предлагать помечтать, он уже боится мечтать. Он говорит, ну даже если я что-то себе придумаю, ну я очень быстро сойду с дистанции. Ну даже если меня что-то вдохновит. Две-три недели, месяц-другой и дальше опять закончатся силы. Это вот тоже очень распространенное осложнение, когда игрок, он может зажечься чем-то, но длинную дистанцию ему будет бежать очень сложно. И это в том числе проблема психики. Отдельно давайте поговорим про суицид. Почему нельзя идти на суицид? И как быть в ситуации, когда эти мысли уже сильно поселились тебе в голову? Вообще слово «нельзя идти на суицид» звучит как-то странно. Вроде как иногда можно. Другой вопрос, почему эти мысли всегда в той или иной степени долбят сознание игроков? Ну потому что чувство вины колоссальное. Ну потому что невозможно с этим жить. В какой-то момент тебе кажется, что реальная абуза для самых близких людей и самый лучший выход из ситуации – это выход в окно. Понимаете? Ну это на пике отчаяния. Это на пике вот этого аффекта. Через условно два-три дня ты уже совсем другой. И вот это чувство, оно наиболее опасно именно в моменте. На самом деле человек не хочет никуда уходить. Но на пике отчаяния эта мысль может быть очень сильной. Почему, например, часто люди совершают суицидальные действия в состоянии алкогольного опьянения? Потому что центральная нервная система не так работает. Да, поэтому ты как бы разрешаешь себе это делать. Нет этой самоцензуры. Потому что на трезвую голову ты еще борешься за жизнь. Но если ты выпил, тебе кажется, что да, все хорошо, ты уже в полусне. И вот сейчас ты сделаешь то, чего боялся сделать на трезвую голову. Это тоже, кстати, очень большая проблема, когда игроки начинают выпивать регулярно. Сначала они выпивают, потому что им надо снять напряжение. Потом они не замечают, как они уже в состоянии опьянения начинают заходить в игру. И пошло-поехало. В вашей практике работы с лудоманами? Вы знаете, да, что я знаком с бывшим игроком Юрием Шапкиным. Да, конечно. Да. И он переписывался с одной женой игрока. И ситуация была следующая. Они о чем-то переписывались. Потом возникла пауза в переписке. Естественно, разговор шел о его муже, как его помочь. И вот проходит какое-то время, и Юрий напоминает о себе и пишет ей письмо, спрашивает, как дела. А она рассказывает следующую историю, что этот ее муж был записан ко мне на прием. И буквально там за день или за два до назначенного приема он повесился. Вот такая история. Алексей Александрович, все ищут специалиста. Поддаются суда, туда, гадалки, мошенники. Но самое подходящее в глазах зрителей, в понимании, в их голове, это психологи. И частенько они путают психологов и психотерапевтов. Я как профессионала, как врача, вас хочу спросить, чтобы вы дали ответ зрителям, которые посмотрят. Психолог или психотерапевт? Итак, начнем с некоторой поправки. Психолог тоже занимается психотерапией. Как и врач-психиатр занимается психотерапией. Поэтому, вот я, например, хоть психиатр по базовому образованию, но многие годы я уже врач-психотерапевт. То есть психиатр-психотерапевт. Психологи, они также занимаются психотерапией. Но, скажем так, в чем базовое отличие? Психолог работает со здоровыми людьми. Врач-психиатр работает с нездоровыми людьми. Поэтому врач-психиатр лечит болезни психические, назначает лекарственные препараты, что является главным инструментом у врача-психиатра. Психолог помогает человеку разобраться в себе, если не обнаруживают у него каких-то клинических расстройств. Если он обнаруживает какие-то клинические расстройства, то, в принципе, он должен направить своего клиента, психиатру, чтобы он прошел курс терапии. Наша тема, она очень сложная. Сложная именно потому, что очень сложно понять, что человек болен. Ну, формально же он не болен. И родственники часто начинают беседу именно, когда их сын, муж, брат, неважно кто, когда у него возникли проблемы, разговаривают как с абсолютно здоровым человеком, который заигрался, совершил какую-то глупость в жизни. Никому в голову не приходит, что у человека глубокая проблема. Поэтому сначала хотят договориться по-дружески о чем-то, как мы знаем с вами, да, помочь закрыть долги и договориться о том, что больше никогда играть не будешь. То есть у родственников представление о том, что человек заигрался в танчике, понимаете, в игрушку какую-то. А мы с вами говорили уже, что игра забыла. В жизни и смерти. Ну, конечно. И это никто не понимает. При повторных, например, возвращениях в игру, да, люди думают, ну, наверное, к психологу. Ну, врач. Зачем? Врач же уже болезни лечит, правильно? Поэтому к психологу. У психолога есть своя программа действий. И психолог пытается разобраться в детских травмах, чтобы объяснить, почему у человека возникла та или иная проблема с игрой в завзрослой жизни. Ну, далеко не всегда игроки на это реагируют, так сказать, конструктивно и вообще не понимают, о чем разговор. Им надо разобраться вот в той проблеме, которую возникло здесь сейчас. И, как я уже говорил, глубочайший невроз связан с тем, что ты никак не можешь выйти из процесса игры на своих условиях. И ты обрастаешь колоссальным количеством моральных, эмоциональных и финансовых травм здесь и сейчас. И ты никак это не связываешь со своими какими-то детскими и юношескими переживаниями. А если ты обратишься к психиатру, то психиатр мыслит стандартами. И быстрый осмотр и консультация приводят к тому, что очень быстро назовешь, поставишь диагноз на основании классических симптомов любой патологической зависимости. Дальше что? Стационар и фармакология. Что еще? Игрок понимает, что и там немножко не туда пошли. И здесь вроде бы не совсем про то, что ему нужно. Поэтому вот именно, наверное, я скажу от себя, знание психиатрии, долгие годы работы в амбулаторных условиях, с пограничными пациентами, уже не психиатрическими, а помогает мне немножко шире смотреть на то, что происходит с конкретными людьми и внутри уже разбираться, что нужно делать. Потому что, если я, например, вижу у человека действительно эмоциональное расстройство, то я могу назначить какое-то лекарство. Если я вижу, что человек находится в острой страде депрессии и у него суицидальные мысли, ну, конечно, я ему посоветую побыть какое-то время в стационаре. Но именно для того, чтобы избавиться от острых эмоциональных вот этих повреждений, да, связанных с последствиями. Это еще никакое не лечение игровой зависимости. Ну, очень многим важно объяснить базовые знания, что такое игровой процесс, как устроен наш мозг, как он ведет себя в условиях игрового процесса. Почему бессмысленно ставить перед собой задачу, зарабатывать в рамках игрового процесса. Это все можно сделать амбулаторно и не погружаясь ни в детство, не назначая фармакологические препараты. Вот если этот базис отработан, дальше можно уже смотреть, что мешает человеку, исходя из полученных знаний, двигаться дальше. И, возможно, ему потребуется, если у него есть проблемы в его детстве, в юности, вполне возможно, что он страдает пограничным расстройством личности. Ему потребуется более углубленная психотерапевта и, может быть, теперь уже с клиническим психологом на длинной дистанции. Но пока не будет отработана главная установка, пока не будет закрыта главная задача, да, что человек должен выйти из игры, я помогаю людям, я хочу сказать, что не просто уговорить их прекратить играть. Я хочу, чтобы каждый человек, который выходит из этого процесса, он должен выйти достойно из этого процесса. С пониманием того, что он получил опыт, сложный опыт, но опыт, который даст ему огромную пищу для размышлений и для самоанализа и понимания самого себя и вообще этой жизни, ее законов. Поэтому это такое испытание, которое, если уж суждено было человеку пройти, то можно пройти его достойно и, опираясь на анализ этого опыта, создать фундамент для дальнейшего движения, но уже в нужном для него направлении. И вот если ему мешает какое-то психическое расстройство, вот здесь можно уже индивидуально на это влиять и психиатрическими способами, и психологическими способами. Но это чуть дальше. В чем залог успеха общения с игроманом? Не надо ставить диагноз. Вот я считаю, что диагноз должен ставить специалист. Плохо, когда родственники ставят диагноз. Сам игрок ставит себе диагноз. Вот все все знают, понимаете? А я считаю, что было бы правильнее, если бы люди понимали, что есть проблема, и для начала ее нужно обсудить. Очень многие считают так. Вот у нас проблема, надо лечить. Срочно лечить. То есть все в ужасе. Родственники в ужасе, в тревоге, в растерянности. И кажется, что спасет только чудо. О чем может разговаривать врач-психотерапевт? Значит, что он там скажет? Мы уже много раз об этом говорили, что играть плохо, он нас не слушает. О чем думает игрок, который идет на прием психотерапевта? А что он мне может такого сказать? Чего я не знаю. Ну, сейчас будет мне читать лекцию о вреде удомония. То есть уже есть некое отрицание, что может быть какая-то продуктивная помощь. Соответственно, в слово никто не верит. Вот я, например, считаю, что у врача-психотерапевта есть два инструмента профессиональных. В первую очередь это слово, которое надо оттачивать всю свою профессиональную жизнь. Потому что это как скальпинг в руках хирурга. Ты можешь делать больно, а можешь человеку помочь и избавить его от тяжелого недуга. И лекарства. Значит, соответственно, ты уже внутри этого процесса, ты уже сам смотришь об оптимальном сочетании того и другого инструмента. Но сначала это слово. Это всегда слово. То есть сначала это контакт. В первую очередь нужно достучаться до сознания человека. Чтобы он открылся для того, чтобы выслушать твою точку зрения. Я никогда никого не обвиняю и называю больным. Я предлагаю человека как бы вместе со мной посмотреть на его ситуацию со стороны. Чтобы человек... То есть я верю в то, что человек находится в сознании. Понимаете, он не больной шизофренией в психозе. Понимаете, стучать там некуда. А это человек, который, может быть, и попал в сети собственных заблуждений. Но при этом его сознание есть. И главное, до него достучаться. И если я могу достучаться до сознания человека, то мы можем с ним обсудить его проблему. Как бы посмотреть на нее со стороны. Поэтому... А вот тот стандарт, который, к сожалению, присутствует у нас, что сейчас я приду к доктору, он мне поставит диагноз, начнет лечить таблетками, а, скорее всего, направит в стационар. Он отпугивает очень многих людей. И поэтому люди не знают, что их ждет. Они заранее рисуют себе некий стандарт поведения. И, к сожалению, частенько он подтверждается в практике, что врачи недолго разговаривают. Быстро ставят диагноз, дальше объясняют родственникам, что случай очень тяжелый и требует длительного лечения в закрытом учреждении. В чем отличие лудомании от других заболеваний? Вот по этой причине я стараюсь использовать терминологию. Проблемный игрок – зависимость от игры. От скачения от игры, от игрового процесса, что будет более точно. Потому что я так или иначе сегодня говорил о том, что лудомания – это достаточно глубокий личностный дефект, когда оказывать психотерапевтическую помощь становится очень сложно. А я рассматриваю большинство людей, попавших в игровой сценарий, как людей, которые по факту у них симптомы игровой зависимости, но их основной диагноз – это глубокое невротическое расстройство, которое поддается как психотерапевтическому лечению, так и частично медикаментозному. Поэтому я не тороплюсь ставить именно такой диагноз. Потому что лудоман, как мы описывали, настоящий лудоман – это действительно наркоман, который сжег все мосты, у которого внутри пустота, отсутствуют моральные преграды, и он живет сегодняшним днем, именно, как мы говорили, животное, которое живет исключительно сегодняшним днем, и нет ничего завтра. Но надо разбираться, перед тобой действительно лудоман, или перед тобой человек, который действительно, может быть, по факту глубоко зависим от процесса игры, но при этом сохранил все человеческие качества, просто они очень сильно потрепаны, и на самом деле внутри он хочет быть человеком, просто никак не может справиться со своей темной стороной и находится в глубоком конфликте. И ты ему помогаешь таким образом преодолеть силу этого зверя и укрепить в нем человеческое достоинство, и взять контроль над своей судьбой, как человек. Потому что именно игровой сценарий, он и опасен тем, что твой зверь будет управлять теперь тобой, а не ты, как человек. Поэтому мне хочется здесь помочь. И, конечно, мне поэтому всегда бы, скажем так, чем мне может помочь потенциальный мой пациент? Тем, что он приходит не лечиться, а приходит обсуждать со мной проблему и проговорить очень многое, то, что ему непонятно, неясно. Ведь очень многие игроки ходят, и они чувствуют, что правда где-то есть. Они уже почти собрали этот пазл, но им не хватает ни знаний, поэтому у них очень много таких хаотичных знаний. А задача специалиста – эти белые пятна закрыть, создать четкую картину, чтобы человек четко понимал, что это за процесс, что происходит с ним, что далеко не всем ты можешь управлять в этой жизни. Ну, во всяком случае, раскрыть глаза и как-то прояснить человеку взгляд на себя и на окружающий мир, и на игровой процесс в частности. Поэтому прежде чем что-либо лечить, надо сначала поговорить. И мне бы очень хотелось, чтобы многие обращались к специалисту, чтобы для начала просто научиться обсуждать проблему. А потом уже будет ясно, что лечить. И нужно ли что-то лечить? Тоже вопрос. Главные ошибки, которые допускает родня. Чего нельзя делать категорически, если ты напрямую имеешь отношение к человеку, который игроман? Не открою здесь и Америку. Большинство совершает классическую ошибку, связанную с недооценкой ситуации. Игрок обнаруживает свою проблему только, как правило, при одной ситуации. У него появились долги, которые он не может закрыть. Потому что пока у него есть хоть малейшая возможность закрыть свои долги, он держит свое, скажем так, пристрастие в тайне. Но когда он сталкивается с обстоятельствами, что уже невозможно удерживать все в тайне, коллекторы позвонили, или кредиторы, ну не важно что, он выжжен признаться. Признаться в том, что у него проблемы есть. Часто это признание частично. Он готов признать только то, что обнаружено. Другую часть своих долгов он скрывает, чтобы не показывать масштаб. Он продолжает водить за нас своих близких. То есть он им не рассказывает всю правду. С надеждой на то, что они ему помогут справиться с острой фазой долгов, а все остальное он решит сам. Поэтому родственники должны очень хорошо понимать, первое, что если у игрока возникли долговые проблемы, это значит, что он давно в процессе. И он не оказался в нем неделю назад, месяц назад. Это уже давняя история. И соответственно, разговаривать с ним, как с человеком, который просто вот случайно попал в какую-то историю, сейчас мы с тобой договоримся, закроем тебе долги, и ты нам пообещаешь, что все будет хорошо, это самое распространение наших, которое стимулирует игрока к продолжению. Обнуление грехов. Я им говорю, ваши грехи отпустили на месте. И тут же они попадают в еще одну ловушку. Потому что цель многих, особенно молодых людей, это получить максимальную финансовую независимость, в том числе от родителей. А здесь получается, что родители теперь платят за них долги, и всегда могут ему напомнить о том, что он им должен. Они его спасли. Что тем более заставляет его делать все, чтобы доказать, что он другой. Что это просто временные трудности. И поэтому здесь то, что кажется быстро и хорошо, по факту оказывается довольно неприятной ситуацией. Потому что кто-то за тебя все-таки эту проблему решил, а не ты сам. Поэтому ты должен сам все решить. И поэтому быстрое закрытие долгов, оно в силу разных причин заставляет человека возвращаться. Казалось бы, долгов нет, а что ты там делаешь? Нет. Он хочет доказать, что он все-таки не лузер. Он должен быть победителем. С кем не бывает. Но он докажет всем, и прежде всего родителям, что он и пытался, наверное, доказать в самом начале, что он достаточно умен и силен, чтобы он нашел свое дело, и он докажет всем, что он прав. И вот это желание все время доказывать, что я сильный, что я не побежденный, оно продолжает овладевать сознанием игрока, и он продолжает участвовать в этом сценарии. Поэтому близким надо четко понимать, долговая тема появилась, нужно обязательно подключать специалиста хотя бы для анализа произошедшего. Договориться на уровне денег не получится, залить проблему деньгами не получится. Надо подвергать анализу случившееся, что это было, почему это произошло. Не надо никого лечить, надо просто хотя бы поговорить. На уровне внутрисемейного совета разговор это родители с ребенком. Тебя сначала там повоспитывают немножко, потом простят, но это ни о чем. И поэтому не возникает ситуации, что это серьезно. Ну, ребенок заигрался, но это не совсем не игра, это не игрушки, это все очень серьезно. Насколько важен процесс разоблачения игромана? Вы знаете, проблема нашего общества и в семьях это отсутствие откровенного диалога. С детства, к сожалению, родители устанавливают, например, определенное правило. Они хотят, чтобы их ребенок их радовал. И поэтому он должен получать хорошие оценки, быть везде хорошим и так далее. Им не хочется принимать его таким, как он есть на самом деле. Поэтому ребенок уже учится этой игре и этому лицемерию уже с детства. Он говорит то, что хочет слышать мама, папа. Он ведет себя только так, как хочет мама и папа. И, соответственно, когда он меняется, у него появляются другие интересы, другие контакты, он это тщательно скрывает. тщательно. Поэтому игра это как некая тайная твоя жизнь, с которой ты не хочешь ни с кем делиться. Это очень интимная жизнь, правда? И поэтому так прийти и сказать, знаешь, у меня там кто-то есть в жизни, правильно? Примерно то же самое. И еще 5 миллионов долгов. Там еще деньги, деньги еще очень ключевую роль играют. Именно так. Это очень тяжело. Чего ты боишься в этот момент? Конечно, осуждение, критики. Чего ты еще боишься? Что с твоими близкими что-то случится? Они не выдержат этого шока. Понимаете? То есть это куча «но», которая возникает в твоей голове, даже если тебе очень хочется с кем-то поделиться. Где этот сильный человек, который примет тебя с пониманием, не осудит, постарается понять и, может быть, даже помочь. И если нет вот этого диалога, если нет понимания, что вот я такой человек, я могу быть очень хорошим, но я могу быть очень плохим. И это нормально, ну, потому что это норма для всех, для нас. Очень мало семей, где человек приходит и говорит «у меня проблема, я хочу это обсудить». И не встретиться осуждения и критики. А отцы иногда как себя ведут? Я тебя знать больше не хочу. Правильно? Я тебя видеть больше не хочу. То есть, вот, что там в семье происходило до этого, потому что человеку хочется рассказать, но он боится рассказать. Он боится, прежде всего, что его не поймут, осудят, разлюбят. Да? И вот этот образ, который воспитывался с детства, дух будет разрушен в одночасье. И ты потеряешь доверие на всю жизнь. Что часто, кстати, и происходит. И родители так говорят. У нас до какого-то момента был прекрасный ребенок. А потом... они хотели видеть и до какого-то этапа видели этого ребенка. Да. А потом получается, что они встречают врача и врач им объясняет. Понимаете? Это болезнь. Это болезнь. Никто не виноват, он просто заболел. Удобно, правда? То есть, у родителей возникает ощущение, ну, болезнь такая. А у игрока возникает такая, знаете, защита дополнительная. То есть, если я сорвался, это вскрылось. Ну, я же больной. Да и не очень хорошо меня лечили. А вот если я выиграл, то это все мое. Все отлично. Как определить, что ты созависимый? И как перестать быть созависимым человеком? Очень много близких, жены, матери, это тревожные личности. Тревожным личностям свойственно все контролировать. Поэтому часто, к сожалению, близкие берут на себя роль таких спасителей и контролеров. Они убеждают себя, что никто не спасет их, сына, мужа, вот только они. Они сами обрекают себя на эту тяжелую форму зависимости. Вот это известные рекомендации купите ему кнопочный телефон, давайте контролируем все его расходы. и вот теперь вот такой путь предлагается. То есть, тревоги будет еще больше, сомнений будет еще больше. Это будет постоянный контроль, бесконечная паранойя. и никакого доверия. То есть, я буду все время пытаться раскусить. Играешь, не играешь. Прямыми вопросами, косвенными и так далее. То есть, близкие попадают тоже в опасный сценарий. И поэтому опять все-таки нужен специалист. Потому что здесь получается, что человек берет на себя миссию спасения другого человека. не зная, что делать. Не зная, что делать. Но присваивай себе эту миссию. И что происходит дальше? Как правило, неудача. Тонут оба. Абсолютно. Мало этого, бывает по-другому в практике. Человек многое осознал, многое в себе поменял. Ему продолжают не доверять. Что еще глубже создает эффект недоверия внутри семьи. В итоге это тоже может сыграть косвенную роль по возвращению. Поэтому позиции близких часто бывает и продуктивной, и деструктивной. Ну, это пример плавания хороший, наверное, когда человек, который не умеет плавать, тонет, и второй человек, который тоже не умеет плавать, бросается его спасать. То есть, получается, что в любом случае и зависимому, и созависимому нужно обращаться к специалисту. безусловно. Потому что нужен третий, как говорится. Обязательно нужен человек, который бы из какой-то взвешенной, находясь в нейтральной позиции, смог бы спокойно наладить диалог и с близким, и с самим игроком, и между ними. Понимаете? Поэтому существует индивидуальная терапия, групповая терапия, семейная психотерапия. Понимаете? Это все процесс, который требуется для реабилитации. Вот мое убеждение, вот мое личное убеждение, что не надо разводить родственников и игроков по разным группам. Но с моей точки зрения, чем больше и лучше, например, близкие будут понимать, что там внутри процесса, что там происходит, что это такое вообще. Потому что очень часто родственники судят со своей колокольни, ничего не понимая. они либо слышат, что это тяжелая форма наркомании, что это что-то с мозгами, какие-то поломки мозга, либо они воспринимают своего близкого как ребенка, который просто заигрался в какие-то примитивные игрушки. И со своей колокольни дают какие-то советы, которые ну никак они не откликаются в душе игроков. Поэтому везде одиночество и везде недоверия и подозрительности друг к другу. Как вы думаете, если бы для условного лудомана в природе не было игры, он бы подался во что-нибудь другое? Конечно. Авантюрные люди были во все времена и, естественно, всегда найдут простительно свою задницу приключения. Но мы немножко о другом говорим. Понимаете, мы же говорим все-таки о том, что есть люди очень специфические по своим личностным особенностям, а мы говорим об огромном количестве людей, которые попадают в лудоманскую историю, не пытаясь рисковать ничем в жизни. Даже берем те же ставки. Ставки в сознание многих молодых людей это не азартная игра, именно потому, что ты здесь хозяин ситуации, это аналитика, статистика, понимаете, это стратегии. Про казино они знают, что казино это либо-либо у казино преимущество 100%. А здесь возникает иллюзия, что преимущество у тебя. Поэтому они как раз пытаются минимизировать риски. Вот в чем дело. И поэтому многие, кто заходит на ставки, они вполне поначалу очень организованы и сдержаны и все держат под контролем. Только они сталкиваются потом с ситуацией, когда почему-то контроль исчезает. А они, кстати, в своей жизни привыкли все контролировать. Поэтому далеко не авантюристы заходят сюда. Есть ситуация, когда человеку уже помочь нельзя? Если наступил глубочайший личностный и социальный дефект, когда человеку действительно, как я сказал, внутри все пусто, все моральные рамки сожжены, целей нет, нет прошлого, нет будущего, ты живешь как животное. Алексей Александрович, я хочу, чтобы вы ответили на вопрос. Лудомания это приговор или выход есть? вы задали главный вопрос перед этим, и я постарался ответить, что самое главное, насколько сохранна личность человека. Знаете, у него могут быть жуткие последствия, связанные с алкоголизмом и игрой. Жуткие. Но эти последствия еще не приговор и не равно тяжелому диагнозу. То есть у каждого своя история, своя интрига, свой первым делом я смотрю, кто ко мне пришел. Насколько этот человек готов к обсуждению, к изменениям своей жизни и так далее. И я никогда не спрашиваю, сколько он проиграл. Зачем? Как он врал, как он воровал. Хочешь, сам скажешь. Зачем мне это все? Я же понимаю, что происходит с человеком внутри процесса. Поэтому я вот на это никогда не делаю ставку. Я смотрю, насколько он действительно заинтересован обсудить и двигаться дальше и закрыть за собой плотно эту дверь в этом своем сценарии, который доставил ему и его близким столько страданий. Если я вижу в нем эту заинтересованность, ну, конечно, однозначно лечится, даже вопросов нет. Я хочу, чтобы вы назвали примерную цифру людей, которые благодаря вам и терапии, которые у вас проходят, вышли из игровой зависимости. Понимаете, какая штука? Как это? Есть ложь большая, маленькая статистика. Я уже давно, работая с очень, скажем так, специфическим контингентом, это и люди с игровой зависимость, с алкогольной, понимаю, что вот этой официальной статистики, которая существует, когда человек проходит, например, лечение в стационаре, а потом смотрят, когда он в следующий раз поступил в стационар, и замеряют длительность ремиссии. Ну, нет, я так не делаю и не поступаю. Человек получает от меня то, что я могу ему дать. Что он с этим дальше будет делать, это его личное дело. Я ему не звоню, не спрашиваю, играли вы или пили, понимаете, потому что это, во-первых, вторжение в личное пространство, и второе, да не скажет человек вам правду, и вообще пошлет. Поэтому я уже давно забыл, что такое статистика, но хочу предупредить многих родственников, которые выбирают себе врача или клиника, и спрашивают про гарантию, про статистику, и это, как бы сказать, не очень корректный вопрос. Это вот как мы все вспоминали из Пушкина, ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад. Конечно, тебе сообщат прекрасные обнадеживающие цифры. очень важный момент. Дело в том, что любая патологическая зависимость, это прежде всего зона ответственности самого человека, который эту зависимость сформировал. Здесь психиатрия такая очень специфическая область медицины. Далеко не всегда люди обращаются к врачам. С эпиднецитом то все побегут, а вот шизофреник не пойдет, не каждый человек с депрессией пойдет, а уж тем более с той или иной зависимостью. Поэтому всегда нужно разделять ответственность за результат. Я никогда не говорю, что я что-то лечу. Я говорю, я помогаю вам решить ту или иную проблему. Вы можете взять от меня много, можете ничего не взять. Один возьмет по максимуму другое и скажет, что это просто болтовня. Понимаете? Каждый делает свой внутренний выбор. Поэтому какая здесь может быть статистика, если я заранее понимаю, что человек в конце концов, он примет решение, что делать со своей проблемой. Понимаете? я ему предоставляю возможность сделать свой выбор и оснащаю его по максимуму теми инструментами, которыми обладаю. А дальше точку в предложении поставит сам человек и пополнит ту или иную статистику. Ну, свою, личную. Алексей Александрович, какова расплата человека, если он вовремя не остановится? Задержка в развитии, в прямом смысле этого слова. Чем дольше игрок находится в игровом процессе, тем медленнее он взрослеет. Он же ведь, что это взрослость? Это умение самостоятельно мыслить, это умение критически мыслить, это умение нести ответственность, это умение прогнозировать реально в жизни, это умение пользоваться знаниями, которые тебе нужны в жизни. У игрока масса знаний, которые ему совершенно не нужны для реальной жизни. Он хорошо разбирается в играх, в особенностях игры, но эти знания ему совершенно не нужны для реальной жизни, он не может их применить. Поэтому это такой шизофренический кризис внутри. С одной стороны, ты очень опытен, ты много что знаешь, но для реальной жизни ты совершенно не готов. Поэтому, когда ко мне приходят люди, и я смотрю им 27, 28, может быть, дальше, потом вглядываюсь, смотрюсь, и говорю, слушайте, а вам 14, 15. Вот это инфантилизм, это фактически недоразвитие, при этом я не беру интеллект, с IQ может быть все отлично, с физической силой может быть все отлично, но со взрослостью большие проблемы. Поэтому, в общем-то, терапевтический процесс сводится к чему? если человек прорабатывает эту очень сложную, кризисную тему в своей жизни, осознанно выходит из этого процесса, он неминуемо начинает взрослеть. И он уже не мыслит, как ребенок, эмоциями, он мыслит логикой, он мыслит знаниями, он умеет извлекать из своего опыта очень хорошие выводы, то есть, этот человек вооружается для реальной жизни. И поэтому, мне кажется, мы очень всегда поверхностно мыслим, мы хотим, что вот болезнь, дайте, пожалуйста, решение, мы вылечим болезнь, больше ничего трогать не надо. Нет, для чего-то любая зависимость дана для чего-то. Либо она тебя утопит и раздавит, либо на каком-то этапе этот кризис заставит тебя измениться. Я очень часто говорю следующую фразу. Обезьяна из игры выйти не сможет. То есть, живот. Выйдет только человек. То есть, человек, который перевооружил свое сознание. Который теперь спокойно может смотреть на ситуацию со стороны, который прислушивается к знаниям других людей, который работает внутри этого процесса самостоятельно. основная расплата это дефект, это глубочайший дефект твоей личности. Это психическое расстройство, неминуемое психическое расстройство. Это отсутствие сил для жизни. Мозг не захочет жить в нормальных условиях. Его ничего не будет интересовать. Химия мозга будет требовать только каких-то очень сильных, жестких и быстрых стимулов. И для нормальной жизни ты не будешь приспособлен. Поэтому, чем дольше ты в игре, тем меньше у тебя шансов жить в нормальной жизни. То есть, расплата это жизнь твоя. поэтому это всегда про жизнь и смерть. И чем раньше человек это почувствует, что это не про игру, это про жизнь и смерть, это про твою судьбу. И поломав свою судьбу, ты действительно можешь очень сильно упасть на дно, с которого ты никогда не поднимешься. Алексей Александрович, еще отдельно скажите про воспитание детей, подрастающего поколения. Очень больная тема. Как сделать так, чтобы ребенок не попал в этот капкан? Разговаривать, объяснять, регламентировать. Ну, с детства, если мы же понимаем, что дети обожают играть в компьютерные игры, и поэтому очень важно, чтобы ребенок... Знаете, для некоторых уставших родителей важно, что ребенок им не мешает и играет где-то, и все хорошо. Но он же не регламентирует, часто, свое участие в игре, правильно? Поэтому здесь происходит упущение. Он начинает жить там, в виртуальном пространстве, знакомиться с другими. Там у него действительно целая жизнь. А здесь все заняты своими делами. Опять же, мы возвращаемся к тому, что мало живого общения, мало живых игр, в конце концов, мало живых эмоций. Часто все это подменяется именно виртуальными эмоциями. современный мир в этом плане очень опасен. Ты взрослеешь, ты формируешь какие-то свои мечты, иллюзии, и ты через ту же игру вот уже сначала ты прокачиваешь каких-то персонажей, ты уже знакомишься с какими-то отношениями товарно-денежными, а потом ты уже делаешь ставку. Это такой незаметный переход. И система ценностей, к сожалению, в нашем мире, она не очень человеческая. Когда ко мне молодые люди приходят, я говорю, о чем вы мечтали? В основном это мечты чисто материальные. Ну, красиво пожить, машина, дом, яхта, остров. Я говорю, а вы никогда не думали о том, чтобы найти свое дело в жизни? Для меня кажется, что мужчина должен найти сначала свое дело. Вот он когда найдет свое дело, то есть процесс, который и будет его развивать, и питать, и кормить, и давать ему чувство значимости. Нет. Все говорят про работу и про деньги. То есть мы работаем, чтобы получить деньги, чтобы хорошо жить. Поэтому не важно, чем заниматься, главное деньги. Мне кажется, мы сейчас живем в такой мире, который очень многое подменил, и поэтому очень многие молодые люди не знают, кто они такие. Да их, собственно, никто очень часто не спрашивает. Ему родители говорят, вот иди сюда, иди туда, будешь этим, сделаешь карьеру, будешь хорошо жить. Правильно? То есть идет ориентация на материальные ценности. Правильно? А выйдя из игры, где все рушится, вот она, да, вот к чему приводит погоня за материальными ценностями. А дальше выясняется, и кто ты такой, и что ты умеешь. И человек сталкивается с этой пустотой. То, что были какие-то интересы, он в себе их не развил, или ему не помогли их развить. Правильно? То есть у него нет запасных аэродромов. Хорошо, если у тебя в анамнезе, как мы говорим, есть много этих запасных аэродромов. А если нет? Если ты неинтересный человек для самого себя, ну, куда ты денешься? И это же все там закладывается, понимаете? С другой стороны, нельзя перегружать ребенка интересами, потому что часто родители хотят, вот мы не успели, а он должен нас и на фигурное катание успеть, и порисовать, и музыкальную школу отдают. А человеку потом хочется все это бросить, и всю жизнь отдыхать, понимаете? то есть либо перегружают, либо не задают, всегда есть какие-то дисбалансы воспитания, понимаете? Не воспринимают ребенка как личность, не учитывают его интересов, хотят что-то из него сделать, вот именно сделать, чтобы он радовал, чтобы ты мог гордиться, понимаете? Не хотят видеть его слабые стороны, говорят, что бороться надо со слабостями. Я, кстати, игрокам многим говорю, вы знаете, вы не со слабостью должны свои бороться, а должны учиться управлять своей силой. Для этого нужны знания, это не одно и то же. То есть бороться со слабостью это терпеть, а управлять своей силой это значит искать знания для того, чтобы управлять. Вот ваша агрессия, вот куда натерполезла? Это же яркий пример, силы есть, ума не надо, ты заряжен, у тебя есть все, а как ты управляешь собой? Вот это, мне кажется, важно. А не говорить о том, теперь смирись и будь как все, и вообще ты грешник, и ты на всем должен, понимаете? Нет, нет, учись управлять своей силой. Если ты чего-то хочешь добиться, ты хочешь быть лидером жизни, так учись быть лидером жизни. И поэтому с игроками, мне кажется, надо разговаривать с этой позицией. Они же не могут поменять свою природу, понимаете? они хотят быть первыми, только они не знают как. Так учись управлять своей силой. А с детьми нужно объяснять, общаться и говорить, что как есть. Ну, не все как есть, это естественно, что, ну, понимаете, общение, живое общение, это же самое ценное, доверие друг к другу, понимаете? Доверие. А у нас лицемерие. Мы говорим как надо, сами ведем себя, как хотим. Дети все это видят. И в самом конце я бы хотел, чтобы вы дали свой профессиональный совет всем тем, кто смотрит это интервью, всем тем, кто не сможет попасть к вам из-за того, что живет в других странах, либо живет в России, Россия у нас очень большая, не доедет просто. Возможностей нет, финансы не позволяют. Как быть людям? Что делать? Ну, благодаря интернету есть такие замечательные каналы, как ваш. И люди в любом случае могут немножко по-другому взглянуть на эту проблему и послушать, посмотреть и поразмышлять вместе с теми людьми, которые на вашем канале раскрывают свою историю. И это, мне кажется, очень хорошо, потому что я всегда говорил о том, что, к сожалению, люди стесняются даже на эту тему говорить. И я считаю, что ваш канал делает очень большое дело, потому что мы начинаем наконец-то спокойно обсуждать эту проблему, не вешая никаких ярлыков. Мы говорим, что это не про больных, это про людей, которые попали в сложные жизненные ситуации. поэтому уже есть информация как минимум визуальная. Одна из ваших героинь, жена игрока, я очень хорошо запомнил, она сказала, нет ничего, что можно было бы посмотреть, почитать и так далее. Особенно почитать я запомнил. поэтому мне бы очень хотелось сказать аудитории, которая нас смотрит, есть с моей точки зрения очень полезная книга, которую написал бывший игрок с 15-летним стажем Юрий Шапкин. Он проделал очень сложный путь и сейчас он старается помогать тем людям, которые попали в эту беду, но я считаю, что он сделал очень большое дело, то, что он написал книгу, очень полезную книгу, прежде всего для самостоятельной работы, которая позволит и близким, и самим игрокам вот как-то по-иному посмотреть на ту ситуацию, в которую они попали. Конечно, любая книга это отличное подспорье и никогда не заменит живого общения с специалистом или человеком, который тебе готов помочь. Но в качестве такого введения в курс освобождения от этой зависимости это очень полезная книга. Называется эта книга «Путь игрока. Ставка ценой в жизнь» Юрия Шапкина. С 21-го года она уже распространяется через книжные магазины. Поэтому всем советую ее просто почитать. Алексей Александрович, большое спасибо, что пришли к нам на эфир. Ответили на многие вопросы, на которые зрители ждали и не имели просто ответов. Очень приятно было с вами пообщаться. взаимно. Я очень рад, что пригласили, потому что я считаю, что задача врача не только лечить, но и просвещать. И я очень рад, что вы создали свой канал, прежде всего для просвещения, тем более речь идет об очень сложной, актуальной и пока еще не проанализированной проблеме. Спасибо вам. И вам. Спасибо.